Бойцовские навыки не во благо народа, а против него. На скамье подсудимых трое молодых людей, которые ранее вместе служили в спецназе. Еще одного их сослуживца судят отдельно. Всех четверых обвиняют в разбойных нападениях, в деле, 15 эпизодов. Все, чему научили в армии, подозреваемые использовали при налетах на заправки и магазины. Действовали слаженно, связь держали с помощью рации. Судимые обвиняются в том, что они в составе группы банды совершили разбойные нападения на автозаправочные станции, магазины, суши и так далее. Различные объекты у них были нападения. Порядка года они действовали на территории Самарской, Саратовской, Ульяновской областей. Угрожая предметам, похожим на оружие, заставляли администраторов открывать кассы, сейфы, отдавать материальные ценности. Общий ущерб порядка 250 тысяч рублей. Нам бы хотелось возврата денежных средств, ну и соответствующего наказания. Обвиняемых задержали в марте прошлого года в Ульяновской области. Они пытались угнать автомобиль. При обыске у них изъяли оружие. Свою вину подозреваемые признают частично, мол, грабили, но только не в составе банды, а поодиночке. Патрон, ваше честь, мой. Я его привез из армии. Это для меня память. Умыслов никаких у меня плохих не было. Да, это мой патрон. Признаю ли я себя? 209 статья, часть 2. Просто, ваше честь, я юридически не знаю, что такое банды. В случае обвинительного приговора подсудимым грозит до 15 лет тюрьмы. Алина Чемерс, Григорий Плешаков, События. Субтитры создавал DimaTorzok